Не только Хабаровский край, но и всю страну уже две недели мучает один вопрос. Вот Михаил Дегтярев, он правда какой-то дурак или притворяется? Вот есть у вас три мнения, да? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение хабаровчан. Вот что для вас, какое из этих мнений будет главным? А мнение всех этих трех субъектов не отличается ни по одному вопросу. Не отличаются. Хоть любой возьмите, назовите, вот пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны. Жимолость. А у вас есть мороженое? Да, у вас есть. Сейчас мороженое куплю. Обычно, когда я хочу посмеяться над чиновником, я показываю его видео с идиотскими высказываниями. А в случае с Дегтяревым можно показывать любое его видео. Он либо несет какую-то чушь, либо говорит о бане. Коллеги журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске? Слушайте, я не знаю, с кем вы ходите в баню. Я хожу в баню с мужчинами, правда? Логично. И буду впредь ходить в русскую баню. Исключительно с мужчинами. Однако, я хочу совершенно ответственно сказать. Он притворяется. Знаете, бывает такой типаж. Тупой, но хитрый. Вот это про Дегтярева. Изображает из себя дурачка, а на самом деле гребет деньги за то, что помогает единороссам решать их проблемы, в том числе изображая клоуна. Сразу перехожу к делу. Из чего складывается публичный имидж губернатора Хабаровского края Дегтярева? Прислуга Жириновского. В еще большей степени прислуга Кремля. Говорит всякие смешные глупости, и у него ничего особенно нет. Небогатый. В декларации только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за временное депутатство, и не увидим ничего выдающегося. Родители у него тоже простые. Оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Реально работали. Мы проверили. В общем, Мишка, простой парень, самарский, близок к народу, понимает проблемы простых людей. А теперь смотрим настоящего Михаила Дегтярева. Он вместе с Жириновским занимается тем, что за деньги работает подобием оппозиции. 2013 год. Выборы мэра Москвы. Дегтярев участвует, несет свою смешную чушь. Русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку. Собянина и Путина не критикуют, а наоборот хвалят. Если кого-то критикуют, то только меня в основном. И получает в итоге свои 2,5%. А ровно через месяц у нашего небогатого Дегтярева в карманах появляется звонкая монета. Его папа, простой гинеколог из Самары, 9 октября 2013 года купил участок 16 соток в 2 километрах от МКАДа. И начинает активно строиться. По документам дом небольшой, 266 метров. Врач из Самары, увы, себе даже и такое не может позволить. Но когда мы поехали посмотреть, что же там они построили, то убедились, что вот постройка выглядит дороговато. Не только для врача, но даже и для депутата. Мы подлетаем к дому, записанному на отца Дегтярева. Видим вполне приятный ухоженный участок. Слева теплица, посредине главный дом. Возле забора батут. Для детей Дегтярева у него их четверо. Летим чуть дальше и видим небольшой искусный пруд. Как приятно в него окунуться после баньки. Здание, где стоит надувной бассейн, это на самом деле часть главного дома. Летим еще дальше, видим спутниковые тарелки и 4 трубы. Нет сомнений, именно здесь происходит политическое волшебство ЛДПР. Это баня. С другой стороны здания находится парковка. В нее очень удобно заезжать на семейном Мерседесе. Весь участок занимает площадь 1600 квадратных метров. Но самое интересное, тут другое. По документам, размер этого огромного здания с парковкой, баней и бог знает чем еще, всего 266 квадратных метров. Ну мы же видим, что реальная площадь в районе тысячи. Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в 4 раза. И теперь очень хорошо экономит на налогах. Строительство загородной резиденции, которое останется на память об очень выгодном участии в мэрских выборах, мы оцениваем как минимум 70 миллионов рублей. А рыночная стоимость такого дома вот в этом поселке составляет 100 миллионов рублей. Мы специально проверили. И отец Дегтярева, и мать Дегтярева во время покупки и строительства дома продолжают работать в Самарской больнице. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Дегтярев Владимир Иванович здесь у вас принимает? В Москве. Живёт уже. Давно? Давно, насколько давно? Будет. Да. Тем не менее, у них откуда-то появляются свободные 70 миллионов рублей, чтобы построиться в ближайшем Подмосковье. В классической книжке было «Утром деньги, вечером стулья». А у Дегтярева «Участие в выборах, потом деньги». Изображал оппозицию, но хвалил власти. Молодец, сынок, пройди в кассу и получи свои 70 миллионов. Сергею Собянину ничего не жаль для своего друга. Нам присылают врачей, Минздрав и Собянин, надо их брать. Присылают оборудование и средства, а потому что я его попросил, это мой друг. И мы отлично знаем, как друг Сергей Собянин организовывает выборы в Москве. Тут всем просто носят деньги чемоданами за то, что они изображают конструктивную оппозицию. Совсем недавно, между прочим, один из руководителей партии «Коммунисты России». Вот прямо на видео рассказал, что руководство партии получило 120 миллионов рублей за то, что выставляло своих кандидатов в спойлеров на последних выборах в Мосгордуму. Приведу только один пример. Прошлогодние выборы в Московскую городскую думу. Из 32 кандидатов 26 были, что называется, от Собянина. А на счета партии через третьих лиц администрация города загнала около 120 миллионов рублей. Если какие-то убогие коммунисты России, задачи у которых отъесть 2% у КПРФ получают так много, вы можете представить, сколько платят Жириновскому и Дегтяреву? Денег не бывают честных. Все деньги воровские. Итак, Михаил Владимирович заработал, построился, и деньги закончились. А хочется, хочется больше недвижимости. Что же делать? Так впереди же новые выборы. В 2018 году снова выбирают мэра Москвы, и наш Дегтярев снова изображает оппозицию, и по-прежнему хвалит и Собянина, и Путина, и получает за благовременную выплату. Аванс. Специальным распоряжением Департамента городского имущества Москвы ему по какой-то символической цене город продает квартиру. Отличную квартиру, почти 100 квадратов на академической. Такая стоит 25 миллионов рублей. Квартиру эту, скромный Дегтярев, моментально оформляет на маму. Но это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Так и произошло. И чиновник Дегтярев может теперь смотреть на всех самыми честными глазами и говорить, а что, у меня ничего нет, я живу в служебной квартире. Дом тысячи метров на папе. Новая квартира записана на маму. Ну а себе разве что купил новый Мерседес-Бенц JLS 350 за 6 миллионов рублей. Поэтому, дорогие хабаровчане и все остальные, когда этот торговец политическим участием за деньги рассказывает вам про проплаченных участников митингов, иногородних и иностранцев, приехавших за деньги. Сюда слетелись в Хабаровск граждане, в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. У меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто как все это дело организует. Там очень много иногородних и есть несколько иностранных граждан. Вы его сразу, пожалуйста, просто затыкайте. Если и есть сейчас в Хабаровске иногородний жулик, который приехал за деньги, это новый губернатор Дегтярев. Вот сейчас арестовали на 8 суток водителя фургаломобиля. За что? Что он сделал плохого? Он, в отличие от Дегтярева, взяток не получал. В проплаченных выборах не участвовал. В незаконном обогащении замечен не был. А Дегтярев замечен. Но он сидит в кабинете под портретом Путина и обычных нормальных людей. Обвиняет в том, что их митинги незаконные, несанкционированные, несогласованные. На несанкционированную массовую акцию. Последние опросы показывают, что большинство граждан России поддерживают хабаровские протесты. Это очень важно. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и все остальные. Знайте, что за вас вся страна. Не сдавайтесь. Путин и Единая Россия ждут, пока вы уйдете с улиц. Ваши требования совершенно законны. А то, что творит Кремль, это беспредел и унижение целого региона. Ну а всей остальной стране я хочу напомнить, что у многих из вас в сентябре будет свой Хабаровск. Региональные выборы, на которых либо мы побьем единороссов, как это сделали в Хабаровском крае, либо они побьют нас. Умное голосование это наилучшая стратегия против кандидатов власти. Регистрируйтесь прямо сейчас.